Как в отношениях с младшими распознать человека и выбрать стиль отношений с ним? Нет необходимости специально это делать. Все познается просто в течение жизни. Ну, я уже вам сказал, что есть два типа людей, одни из них на показ выставляют свои возможности и всегда кидают понты. А вторые ведут себя скромнее. Часто те люди, которые ведут себя скромнее, они и слабее, как личности. Эти люди нас не интересуют. Слабый человек не может ничего делать, ну, надо увольнять. Вот нас интересуют люди, которые не кидают понты, но при этом очень хорошо разбираются во всем. Внешне такие люди не привлекают внимания, и они не сильно вызывают большой симпатии, хочется ими понукать и ставить их туда, затыкать ими дырки, так сказать. Но это является самым неправильным решением вопроса. Те люди, которые очень верны по природе, имеют более высокий и развитый разум. И эти люди потенциально развиваются в жизни гораздо выше и больше, чем те, которые просто всегда пальцы веером и всегда гребут под себя. Хоть они и внешне, но кажется, что более... И они вот на первом этапе такие люди, которые пальцем веером, они делают гораздо больше, чем те, которые имеют более сильный и развитый разум. Разум — это основа человека. Это то, что в перспективе произойдет. Итак, человек компетентен. Он свое мнение и навязывает. Он трудолюбив и верен по природе. Но как бы тебе легче им понукать, потому что он не сопротивляется. Не понукай этим человеком. Развивай его, вкладывай в него, давай ему образование. Придет время, и он спасет твою компанию. Этот человек послан тебе Богом. Тот человек, который очень компетентен, очень силен, всегда качает права, иногда обсуждает тебя с другими людьми, ведет против тебя незаметную политику. То есть он всегда показывает свою силу, показывает тебе, что ты без него не сможешь, и от него зависишь, а не он от тебя зависит. Этот человек является твоим врагом, он никогда не исправится, хоть он тебе сильно нужен сейчас. Поэтому будь с ним осторожен, держи его на дистанции, и постепенно передавай полномочия тем, которые верны по отношению к тебе и скромны. Вот верные и скромные люди являются милостью Бога. А на понтах, которые могут много, это все те, которые тебя обязательно кинут. И не надо думать, что есть исключение. Вот, допустим, вы говорите, а у меня будет исключение. Ну, посмотрим, будет оно или нет. Потому что все определяет разум. Сильный разум всегда имеет скромную природу, верную природу, чистую природу. Приведу пример. Один мой знакомый, он, ну, как бы, я сказал, что ему, что кроме вот этого всего, что время покажет просто события, и он спросил, мне этого недостаточно, я хочу развивать людей прямо сейчас. Я говорю, хорошо, отлично. Развивать людей можно, когда они могут развиваться. Тебе надо проверить, могут они развиваться или нет. Он говорит, как проверить. Я говорю, ну, проверить, допустим, моими лекциями. Ну, это не обязательно всем так делать. Во-первых, лекции не будут слушать люди среднего и младшего звена. То есть, если у вас небольшая фирма, может быть, нет смысла делать этот эксперимент. Но в данном случае этот эксперимент делался с руководителями. То есть, потому что это всегда по определению люди интеллектуальные. Ну, то есть, он взял, включал отрывок по лекции по управлению, там какие-то, ну, нравственные лекции, естественно. И, ну, как бы, 10 минут, 15, и дальше обсуждал с своими подчиненными. И он смотрел, что есть люди, которые вообще, они нервничают, когда это происходит. Это значит, что эти люди не имеют вообще никакой наклонности к развитию. И у них нет желания быть чистыми, несовестными по природе. То есть, они хотят просто тупо, как это, вышибать бабло, там, или грести. Ну, то есть, это эти люди не перспективные по определению. Хотя они, понимаете, есть сильный ум, а есть сильный разум. Сильный ум означает сильный специалист в своём деле. Это умственная деятельность. Можно очень хорошую квалификацию получить. А разум сильный означает совесть, цель в жизни какая-то, способность уважать, способность прощать, договариваться, терпеть и так далее. Это признак сильного разума. Обычно, когда у человека сильный разум, у него не так сильно развит ум, потому что всё вместе развить очень сложно. Понимаете, или туда идёт энергия, или сюда. Если сильно развит разум у человека, он, в принципе, перспективен, потому что бывают очень разумные люди, очень светлые, но они не могут быть специалистами, потому что Бог им не дал такой способности. Ну, как бы держите их где-нибудь, но не обязательно их там в топ-менеджмент какой-то там серьёзной структуры посылать. Но если вы видите, что человек развиваем, и у него сильный разум, вот в этих надо вкладывать. Как же этот человек определил людей с сильным разумом? Он увидел, что те люди, которые не просто слушают лекции, а ещё начинают себя менять с помощью них и начинают интересоваться, сами слушать, сами развиваться. Вот это и есть люди с сильным разумом. Вот вы такие люди. Вот вы пришли, и целых три часа слушаете одного человека. Не важно, какой разум у человека, важно, какой у вас. Если человек может три часа слушать и анализировать, это значит, что он имеет сильный разум, потому что человек со славным разумом всегда спорит внутри себя, протестует и топает ногами. У него нет возможности принимать чьё-то мнение.